Сегодня итоги прошедшего полевого сезона подведем вместе с руководителем Тюменского областного поискового центра имени Артура Ольховского и Ратиславом Ольховским и руководителем регионального отделения поискового движения России Светланой Матвюк. Здравствуйте! 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 Слежу за вами. Вчера зашел в группу ВКонтакте и понял, что у вас столько новостей, что невозможно просто за вами уследить. У вас каждый день идут какие-то обновления. Полевой сезон закончился примерно три недели назад. Плюс-минус, я так понимаю, что вы вернулись на буханке, вот как вы все время пишете. Кто-то наверняка из детей приехал на поезде, но вы прям ехали-ехали. Пять областей, по крайней мере, то, что было указано в итогах. Какой из этапов оказался, может быть, наиболее сложным в этом году? И что нового оказалось для тюменцев в этом году? Начнем с того, что этот год, сезон, конечно, для нас был очень долгожданный. Наконец-то наши ребята, школьники смогли выехать. Особые планы у нас были. Ну, если коротко о статистике. В 18 поисковых отрядах в этом году выезжали. Межрегиональный был, да? Да, да. В 18 отрядов и общими усилиями у нас есть уже итог на сегодня. Подготовлены к погребению останки 583 бойцов. Найдено 50 смертных медальонов и уже установлена 21 личность. Сами понимаете, что за каждым именем стоит очень колоссальная, очень масштабная работа. И для нас это очень хороший результат в этом году. Если отмечать какие-то отдельные, особо интересные, особо трудные и что-то новое для нас, можно выделить весеннюю экспедицию в Дицко. Это Новгородский район Новгородской области. Это весной проходило у нас. Пришлось столкнуться с тяжелейшими погодными условиями. Была минусовая температура. Новгород-то он как бы очень знаком. Исторически, да. Ленинградская область вам очень знакома. Конечно, но в этот раз пришлось столкнуться, как повторюсь, со снегом, с дождем. Очень с трудом отогревали личный состав. Плюс впервые для нас была проведена работа по трагедии мирного населения. Работали совместно со Следственным комитетом. А это новая программа, я читал, да? Это не программа, а пришлось. Вообще поисковики не должны заниматься трагедией мирного населения. Это отдается на лодку по официальным селам, структурам, которые есть в нашей стране. Но раз мы нашли, работали совместно, оказывали поддержку. Плюс экспедиция получилась крайне результативной. Наверное, во многом это благодаря совместной работе новгородских, ленинградских и наших тюменских поисковиков. Потому что была проведена качественная разведка. Поисковым отрядом «Гвардия», военно-историческим центром СЗФО. Благодаря чему результаты экспедиции были более 300 бойцов и командиров Красной Армии. И более 10 имен установлены. Но если Ростислав говорит, что было непросто, ну с какого возраста? С 14 лет официально мы берем... Нет, я имею ввиду, Ростислав с какого возраста? С 12 лет. Вот в том-то и дело, если уже до этого возраста и говорит непросто, значит реально было непросто. Что в руках и чей портрет? Наверное, начнем с того, что в руках. Это, чуть-чуть забегая вперед, экспонаты, найденные в ходе летнего этапа нашей вахты памяти. Он проходил уже второй раз в республике Карелия, район горы Ганкашвара. Это вы последний вот как раз? Да, это Тайс, с которой мы буквально недавно вернулись, Ловский район. Чем интересно и чем отличается Карелия от других регионов, это тем, что там велась долгая позиционная война. То есть там не секундный, мощный, кровопролитный бой, там очень мощные укрепления, мощные фортификационные сооружения. Плюс рельеф местности, это горно-болотная местность, что есть сопки, в которых буквально через метр ты наталкиваешься на горный массив. Есть болото, где ты не знаешь, когда дно начнется. Поэтому Карелия для нас стала своеобразным опытом, очень интересным. Фотография здесь. Мы хотели бы, конечно, еще остановиться отдельно на судьбе одной. Наши тюменские ребята установили судьбу Сибиряка. Представляете, это наш Сибиряк, герой вернулся домой. Это уроженец Новосибирской области Кутернин Василий Егорович. И уже сейчас, на сегодняшний день, ведутся работы по доставке останков Василия Егоровича на малую родину. Сейчас администрации решаем, и буквально в ближайшие две недели планируем организовать такую повестку, чтобы герой вернулся домой на малую родину. 25 сентября захоронение проходило в Сладковском районе. Это вот вы тоже по дороге в Тюмень, заезжали в Кировскую область, если память мне не изменяет. И 13 сентября в Заводоковском районе тоже проходило захоронение. Это тоже вы привезли останки. Да, опять мистика. Поисковый отряд Фагел города Киров. Три наших земляка уже, еще был в июне один, вернули домой. То есть вот и такая история была. Это три наших героя, три уроженца Тюменской области. Это получается у нас Сладковский район, Заводоковский городской, Круке, Амутинский район. Всех троих мы привезли, и все останки были найдены нашими коллегами. Это поисковый отряд Фагел из города Кирова. В руках-то что? По поводу в руках, да. За счет того, что велась долгая позиционная война, то есть в течение трех лет практически, начиная с 41-го года, как фашистская Германия пришла на Ганкашвару и заканчивая 44-м годом, когда они ее покинули, у бойцов было достаточно много времени. Поэтому именно в Карелии находится огромное количество примеров так называемого окопного творчества того, как бойцы обустраивали свой быт в лесных условиях. Вот это вот, например, найденная в ходе полевых поисковых экспедиций часть портсигара. Из обычного оцинкового ящика из-под патрон, с помощью молоточков, или даже не знаю, как объяснить этот инструмент, выбита советская звезда, и, к сожалению, не нашли вторую часть, на которой, скорее всего, было имя. Я боюсь, что у нас зрители не особо увидят, но мы можем ведь их позвать в музей... Областного поискового центра, который находится по адресу геологоразведчиков 6А, 201 кабинет. Вот, ну, развиваются нормально. Я посмотрел, у вас дети приходят, у вас кадеты Росгвардии приходят, ну, достаточно большое количество организованных групп. Обычный человек, я вот обычный человек, могу прийти? Конечно, но надо... Как-то нужно подумать, да. Это конечно, но надо в любом случае, вне зависимости от того, это организованная группа или какая-то отдельная личность, надо обязательно связаться с нашим руководителем музея, Сергеем Павловичем Чекеризом, или с любым нашим ответственным лицом. Все есть в группах ВКонтакте, и договориться об этой встрече. Просто так, как в обычный музей, прийти купить билет, к сожалению, не получается. Но точно получится попасть в ваш музей, мне кажется, посредством онлайн-экскурсий. Вы их часто стали проводить? Ух, много стало. Их достаточно много просмотров, ну, там, от двух, от трех тысяч, это хорошо, это много для экскурсионной работы. Что еще? Последнее было вот как раз пока и по Карелии, я так понимаю, да? Кто ваша аудитория? Кто вас смотрит? Это такие же поисковики или, может, уже обычные люди присоединяются? Наверное, снова отвечаю я. Не только поисковики, это, по большей части, люди из патриотического сообщества. Люди неравнодушные к истории Российской Федерации, люди неравнодушные к Великой Отечественной войне. Плюс у нас есть большая прослойка еще людей, родившихся в Советском Союзе. Но отклик есть, вот это онлайн-общение? Отклик, конечно, есть. Конечно, как и у любого проекта, самые яркие отзывы всегда негативные, но и положительные отзывы от проекта тоже есть. Людям интересно, людям нравится. Плюс мы стараемся сейчас с технической точки зрения развиваться. Недавно с грантовой поддержки Фонда президентских грантов была куплена камера 360, так что, скорее всего, скоро появится онлайн-экскурсия в формате 360 по местам боев в Республике Карелия и по мемориальным комплексам Республики Карелия. Ну и, в принципе, качество съемки потихоньку возрастает. Новые объективы, новый свет. Мне вот редактор подсказывает, что у нас эфир заканчивается. Ну, Светлана, в двух словах, вы из Чебаркуля вернулись, правильно я понимаю? Все хорошо у нас у Тюменских там. Там как раз, если военно-поисковые сборы к поиску готовы. Поиску готов, все верно. У нас была теоретическая часть и конкурсная. Да, вчера началась конкурсная программа. Четыре наших отряда, это из Ишима, из Тюмени, Казанского района, сейчас демонстрируют свои знания, борются за звание лучших поисковиков России. Сейчас там порядка 400 ребят со всей России. Разные испытания. Есть и теоретические, где ребята демонстрируют те знания, есть и практические. Это основы их сгумации, это оказание помощи, это полоса препятствий. То есть очень широкий спектр конкурсных мероприятий. Мы, конечно же, желаем нашим ребятам не только получить новые знания, но и показать те знания, которыми они здесь в регионе насыщались все это время. И желаем им, конечно, победы. Финал завтра. Будем болеть еще целых два дня, ну или полтора суток у нас на это есть. Да, все верно. Спасибо вам большое. Спасибо.